Добр науки формирует полк университетов для битвы на мировом образовательном Олимпе. К состязанию допущено 36 вузов. Общий бюджет проекта по повышению конкурентноспособности составит 9 миллиардов рублей. За тактикой ведения боя наблюдала Наталья Ершова. Сражаться на мировом образовательном Олимпе, как оказалось, согласно лишь 54 российских вузам. 36 из них прошли конкурсный отбор. Лидером по количеству участников является Центральный федеральный округ. Там 14 вузов. 12 из них находятся в Москве. 7 вузов находятся в Казанском федеральном округе. И на третьем месте Сибирский федеральный округ. 4 университета. Их судьбу решит Международный совет. В его состав входит 12 участников. 6 из них иностранные представители и 6 из них российские представители. На 20% успех будет зависеть от требований. На 30% от перспективности. На 50% от программы, представленной вузами. Экспертную оценку перспективности представило международное консалтинговое агентство Pricewaterhouse. По их мнению, это МИФИ, МФТИ и Новосибирский госуниверситет. Совет по повышению конкурентноспособности посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что не стоит абсолютизировать значение рейтингов, но и не стоит забывать об их существовании. И напомнил о цели конкурсного отбора. К 2020 году 5 российских вузов должны войти в сотню ведущих мировых университетов. Представленные программы вузов во многом похожи. Все предлагают развивать науку, модернизировать научно-производственную базу и повышать научную цитируемость трудов. В течение двух дней Международный совет примет решение. Для 15 университетов разработают дорожные карты. Если университет в поставленные сроки не сможет доказать свою конкурентноспособность, то на его место выберут другой. Наталья Ршова, Илья Титов, телеканал Просвещение.